Знаменитости такие же люди, как и все. Рождение особенных детей в звездных семьях тому доказательство. Сегодня мы расскажем вам о знаменитых родителях, воспитывающих детей с различными заболеваниями. Звезда маски-шоу Эвелина Блёданс узнала о том, что ее ребенок страдает синдромом Дауна еще во время беременности. Врачи рекомендовали ей сделать аборт, но Блёданс решительно отказалась. Теперь она воспитывает сына Сему и радует поклонников, публикуя фото и видео из жизни солнечного мальчика в социальных сетях. Когда сыну американской певицы Тони Брэкстон было три года, врачи поставили ему страшный диагноз – аутизм. Звезда начала заниматься лечением малыша, и ей даже удалось устроить его в обычную школу. К особенным детям звезд относится и Агата, дочь певца Данко. У его супруги были тяжелые роды, и девочка родилась с диагнозом ДЦП. Врачи и родственники пары уговаривали их отказаться от ребенка, однако родители такой вариант даже не рассматривали. Британская модель и певица Кэти Прайс также воспитывает ребенка с отклонениями. Харви, старший сын Прайс, родился слепым. Кроме того, он страдает аутизмом и синдромом Прадера Вилли. Варвара, дочь Светланы и Федора Бондарчуков, родилась раньше срока, из-за чего у нее начались проблемы с развитием. Родители считают, что воспитывать детей с отклонениями в России трудно, поэтому Варвара живет за границей, где учится и получает должный медицинский уход. Перчинка Виктория Бэкхэм призналась, что их сын Ромео болен эпилепсией. Эта болезнь не смертельна, но приходится во многом ограничивать себя, ведь эпилептические припадки у мальчика могут вызвать вспышки фотоаппарата, езда на автомобилях и мотоциклах. Певица Лолита Милявская родила свою дочь Еву на шестом месяце. У девочки были серьезные проблемы с речью и зрением, точный диагноз Лолита не называла. Сначала исполнительницу шокировали проблемы дочки, но позже она взяла себя в руки и сделала все возможное для того, чтобы Ева смогла реализовать себя. Сын ирландского актера Колина Фаррелла страдает от редкой формы аутизма. Фаррелл занимается лечением малыша и даже стал учредителем центра по изучению этой конкретной разновидности заболевания.